всех приветствую сегодня у нас будет бритьё вот такой вот бритвой это у нас жилет жилет аристократ выпускался с 36 по 39 год интересная здесь то что у нас голова здесь открытая после 39 года уже кладется вот так наследие и закручивается после 39 года голова уже стала выпускаться закрытого типа ну раз мы бреемся жилетом значит будем использовать и крем крем для бритья сейчас мы нанесем нашу весело откроем новую потому что пацаны использовали всю крем весь крем они бриются тяпками не захотели они бриться клинками клинковыми бритвами либо какими-то экстравагантными бритвами поэтому используют крем но я тоже свое время брился разными так значит использовать будем тогда уже и пену гель для бритья хорошо себя помассируем чтоб хорошо пена разошлась а так ну шо ж начнем наше бритье бритва двигается мягко но немножко все таки чувствуется лезвие не так мягко как допустим некоторые бритвы что начинаешь бриться не можешь понять грейся ты или нет если не видно щетины то получается что у тебя создается ощущение что ты вообще не боишься здесь это чувство немножко немножко то есть как то чувствуешь но все очень часто зависит не только от бритвы бритва играет большую роль но очень часто все зависит от от лезвия которым мы используем потому что она самая основная проблема это как раз найти хорошая лезвия в большинстве своем большинстве своем если вы попали на очень хорошие лезвия желательно покупать сразу всю партию потому что следующая партия будет отличаться лезвия отличаются также от страны производителя это тоже очень замечено так ну шо ж продолжаем скажу что замечательная бритва хорошо выбривает бреет чисто вообще ну как-то многие да я сам иногда на жилет немножко но на на все эти бритвы немножко как-то сказать культурно наезжаю но не стоит на месте мысль мысль человеческая и человеческая мысль все равно как-то идет к тому то есть изначально конечно но и рассказывают говорят что жилет пошел путем чтобы зарабатывать бабло но скажем так любой предприниматель который работает в любом бизнесе его первая цель это заработать денег потому что альтруистов очень мало и кушать хочется всегда поэтому конечно любой бизнес открывается с учетом того чтобы заработать денег если пойти дальше что они используют стали использовать лезвия чтобы можно было зарабатывать постоянно ну изначально изначально эти лезвия эти лезвия поддавались оправки они делались с углеродистой стали они изготавливались толще чем сейчас лезья и эти лезвия можно было подправить поэтому каждое лезвие тоже потихонечку не сразу это стало лезвием таким который мы побрились два-три раза выкинули побрились два-три раза выкинули так вот можно тогда сказать таким же успехом что и гэшки которые в большинстве своем я предпочитаю тоже делали все для того чтобы зарабатывать бабло хотя там немножко меньше бабла заработка потому что та же самая кленовидная лезвия то же самое в этот его надо затачивать но кленовидные лезвия как раз вот именно гэшки это был переход к этим бритвам он был очень такой маленький и и первые гэшки вышли стали выпускаться примерно в 1800 грубо в семидесятых годах ну в семидесятых годах до восьмидесятых и бритвы и лезвия уже появились в девятьсот пятом году уже джем использовал одностороннее лезвие свое его нету но вы поняли и примерно в этих годах уже жилет начал использовать лезвие я вам скажу вот такую историю дело в том что изначально лезвие запатентованное в бритвах жилет которое было его запатентовал не жилет его запатентовал джем фирма джем я забыл его производителя фамилию он запатентовал на один месяц раньше чем этот лезвие запатентовал жилет и в свое время жилет отказался вести судебное разбирательство с фирмой джем из-за этих лезвий она просто его выкупила она его купила и купила она купила она эту фирму за почти за 300 тысяч 906 год по моему ты 300 тысяч долларов а хозяин этой фирмы стал директором отделения зарплатой в 30 тысяч долларов в год и когда их спрашивали его спрашивали эти журналисты они сильно ли много вы получаете он сказал как извините патента у меня поэтому не надо кричать на жилет если это был бы не жилет это был бы джем а если бы это был бы не джем это бы нашелся бы очень ну какой-нибудь другой предприниматель который бы дошел до этого но опять же повторюсь эти лезвия были с углеродистой стали они изготавливались их можно было править их можно было подтачивать их можно было использовать долгое время уже со временем потом они перестали конечно быть и такими но такими долго играющими так хорошо сейчас я скажу что бритва бритва сама по себе очень хорошая работает она мягко мягкость ну скажем очень мягкая бритва которую не слышно это чуть-чуть слышно как идет лезвие но очень очень приятно данная бритва именно с открытым открытого типа очень так бреет намного лучше то есть у нас получается здесь открытая бритва бабочка которая у нас открывается то есть бабочка но которая приняла в себя качество хорошее качество бритвы предыдущий которая просто одевалась и зак закручивалась ну стандартного образца скажу что данная бритва достойна если вам попадется такая бритва вы можете купить у себе в коллекцию можете купить у себе можете купить ее для бритья но честное слово это очень хорошие бритвы они выпускались аристократ выпускался под названием сенатор были позолоченные были посеребре посеребряные стоимость стоимость но начинается от 100 фунтов то есть ну грубо где-то 130 140 долларов где-то в этих промежутках так что бритвы не дешевые если найдете дешевле это вообще будет замечательно поэтому для любителей жилета бритва бритва замечательно для любителей бритья дабл эйдж рейзер бритва замечательно для тех кто любит чтобы бритва была более агрессивная это вам не подойдет бритва мягковатая поэтому выбирайте другую модель если у вас будут какие-то вопросы вы можете задавать ну а так заканчиваем спасибо всем до новых встреч